Вот послушайте меня внимательно, это по теме по сегодняшней, послушайте все, пожалуйста, хоть вы уже устали, может быть. Смотрите, она говорит, он очень страдает, у него ничего не получается, у него все рушится. Понимаете, ничего не получается, рушится, нет проблем. А вот если он очень страдает, это значит, что Бога он не нашел. Я вам рассказывал, что начиная с октября месяца, в этом году, у меня покинули силы, у меня начались как бы страдать родственники. Один родственник ушел из жизни. Понимаете, я не страдал, не страдал, я просто испытывал трудности. Чувствуете разницу или нет? Потому что я просто больше контактировал с Богом и все восстанавливалось в моей психике. Я не ломался, я не жил в депрессии, у меня не был нарушен сон, у меня не был нарушен аппетит. Я просто больше трудился душой и все. Это значит, что контакт есть. Но если вы страдаете, спать не можете, есть не можете, ваша жизнь разрушена, это значит, что контакта нет. Единственное, что вам даст возможность, это контакт почувствовать в природе, в людях или на алтаре. Все. Иначе так всю жизнь будете мучиться. Если вы находитесь в стрессе, как это определить? Ничего не помогает. Ничего не меняется. Жизнь течет одинаково. Плохо и все. И вы постоянно вспоминаете причину ваших страданий. Вы думаете, знаете, почему вам плохо. Какая-то причина разрушила вашу жизнь. Что-то конкретное разрушило вашу жизнь. Допустим, ребенок погиб на войне. Ну, допустим, как пример. Мать тает, тает, увядает, увядает. И у ней два варианта. Или поверить в Бога и начать жить, или умереть. Вот это стресс. Понятно, да? Подумайте об этом. Пожалуйста. Добро пожаловать. Продолжение следует...